Это программа интервью, я Татьяна Донцова и сегодня гость нашей студии руководитель государственной жилищной инспекции республики Хакасия Максим Виноградов. Здравствуйте Максим Васильевич. Добрый день. Максим Васильевич, государственная жилищная инспекция продолжает штрафовать нерадивые управляющие компании. Судя по информации, размещенной на сайте вашего ведомства, штрафы довольно-таки серьезные. Расскажите, какие штрафы и как часто вам приходится прибегать к таким санкциям штрафным? Да, действительно. Государственная жилищная инспекция, во-первых, все-таки надзорный орган. Если государственная жилищная инспекция будет просто так грозить пальцем, то впоследствии, собственно говоря, уже граждан, кроме прокуратуры, наверное, никто не сможет защитить их права и законные интересы. Поэтому, да, действительно, привлекаем управляющие компании к ответственности, к административной. Мы и ранее постоянно много говорили, что штрафные санкции резко возросли после того, как управляющие компании прошли лицензирование. В прошлом году до 1 мая у нас все прошли лицензирование. Вот. И штрафы, соответственно, резко возросли. Это нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, нарушение лицензионных требований и, соответственно, 24-я часть статьи 19.5 КАП – это неисполнение предписания органа Государственного жилищного надзора в рамках лицензионного контроля. Поэтому эти же станции от 150 до 500 тысяч, и, естественно, мы их применяем. Но мы стараемся применять статью 7.22 КАП – это нарушение правил управления многоквартирным домом. И здесь штраф, он небольшой достаточно по сравнению с этими. Он для надолжностные лица – это 4 тысячи рублей, на юридические лица накладывается 40 тысяч рублей при первом штрафе, и далее там 50 тысяч и так далее. То есть мы стараемся применять вот такие штрафы более, так сказать, щадящей управляющей компании. Но, конечно, если управляющая компания наши предписания не исполняет, то есть не слышит надзорный орган, естественно, мы применяем за неисполнение предписаний, и штрафные санкции начинаются примерно, не примерно, а начинаются от 150 тысяч до 300. Вот. Единственное, что тут нюанс. Когда мы составляем протокол и направляем в суд, мировой суд по этим статьям принимает решение, и суд понижает эти санкции до той суммы, которую он считает необходимой. И зачастую он принимает решение в районе 100 тысяч рублей, 150-125 накладывает административный штраф. Вот. Поэтому вот таким образом происходит. Вот хотелось бы, например, пример привести. Это вот у нас, ну, комичная в кавычках такая ситуация происходит. Например, в течение четырех месяцев у нас одна управляющая компания ОУК «Комфорт» в городе Абакань, она получила прям три административных штрафа, и на 375 тысяч рублей была оштрафована в сумме. Тут налицо недоработка именно в руководстве компании. Почему? Потому что первично, например, первый раз первый штраф был наложен, мы привлекли их за затопление подвала, значит, стоками. Вот. Потом второй раз мы привлекли, когда собственники соседнего, по-моему, 220-го дома по Аскийской приняли решение о смене управляющей компании, то есть на общем собрании выбрали другую управляющую компанию, и, соответственно, в силу закона ОУК «Комфорт» должны были передать техническую документацию в течение 30 дней на управление многоквартирным домом в новую управляющую компанию. Управляющая компания «Комфорт» нарушила эти нормы, не передала, за это получила еще один штраф, и опять не услышала голос разума, не исполнила наше предписание уже потом о передаче и еще получила штраф. Ну, несколько странное поведение, вот. А мы считаем, что все-таки право собственников по смене управляющей компании – это право собственников, и поэтому они в любой момент в силу закона имеют право выбрать управляющую компанию, если у них не устраивает текущая управляющая компания, как работает. Поэтому нарушение этих прав – это очень серьезное, мы считаем, нарушение, поэтому, естественно, мы настаиваем на том, чтобы эти требования нормы закона исполнялись. Ну, на данный момент компания получила вот эти два штрафа за непередачу, и все равно передала техническую документацию, и потом передала на управление другую управляющую компанию. То есть смысл вот этих вот манипуляций было, и получение этих штрафов не совсем понятно. Вы, как надзорный орган, вы имеете право, может быть, лицензии лишить вот эти управляющие компании, которые вот так злостно не платят штрафы? Или это не в вашем? Мы лицензии не можем лишить. Мы, смотрите, в случае, если дважды в течение года по одному многоквартирному дому, судом вот за неисполнение предписания привлечена управляющая компания дважды в год по одному дому, то тогда мы готовим документы на лицензионную комиссию и исключение вот этого дома из реестра лицензии управляющей компании. Если таким образом будет исключено более 15% всего жилищного фонда, которым управляет управляющая компания, тогда мы готовим документы в суд о том, чтобы об аннулирование лицензии управляющей компании. То есть этот порядок есть, и вот данному управляющей компании, например, по-моему, по 220-му дому она уже не исполнена. Одно предписание, еще одно неисполненное предписание мы будем ставить вопрос перед лицензионной комиссией, то есть исключение этого дома из лицензии данной управляющей компании. А когда, допустим, управляющая компания управляет многоквартирными домами 1, 2, 3, то есть немного, то есть, соответственно, исключение одного многоквартирного дома, оно уже влечет за собой более 15% уже аннулирования лицензии. То есть мы будем выходить в суд об аннулировании лицензии данной управляющей. А вообще, как вы считаете, штрафные санкции, они как-то дисциплинируют управляющие компании? То есть они как-то их настраивают на позитив, на лучшую работу? Я не зря сказал, что вот странное поведение управляющей компании. В основном у нас управляющие компании стараются исполнять наши предписания. Да, есть некоторые, пытаются не исполнять предписания и, естественно, получают за это соответствующее наказание. У нас много в этом году, уже порядка 10, наверное, штрафов мы выписали в отношении управляющих компаний за неисполнение предписания. Поэтому, ну, это право управляющей компании. Но в любом случае исполнение предписания мы добиваемся через судебные органы и по подъездам или по каким-то другим ремонтным работам, кровли, там, отмостка, в отношении которых мы выдаем предписания. Мы добиваемся через суд, чтобы эти предписания были исполнены. И управляющая компания, помимо того, что уплачивает штраф, она еще и в любом случае исполняет наше предписание. Максим Васильевич, ну вот, как правило, зимой жители Хакасии в основном жалуются на нарушение отопительных температурных режимов при отоплении или что-то такое. В общем, связано с теплом. Весной что людей у нас беспокоит? Весной у нас большие проблемы, вот, когда особенно резкие оттепели были, резкое вот это повышение температуры. И у нас в этом году снежная очень зима, вот. И, естественно, на кровле было много снега. У нас были проблемы, когда вот этот вот оттепель был, резкое повышение температуры, и, конечно, были большие протечки. Мы пытались на это отреагировать, мы направляли информацию управляющей компании, так как МЧС сообщает, что будет потепление резкое, чтобы как можно быстрее, значит, очищали кровлю от снега. Ну, в случае, если какие-то управляющие компании действительно этого не сделали, то выдавали предписание об устранении тех нарушений, которые они допустили. Ну, и более того, если по вине управляющей компании получили за подтопление квартиры собственников, собственники вправе обратиться в суд в судебном порядке, взыскать те убытки, ущерб с управляющей компанией, которые по их халатности, по их вине, ну, произошли в квартире у собственников. Поэтому вот такая проблема. И, естественно, сейчас у нас сошел снег, вот, и, естественно, под снегом вот этот накопился где-то мусор у нас на придворовых территориях, вот, многоквартирных домов. И вот этот сейчас мусор обнажился, естественно, тоже уборка территории, преддомовой территории уборка вокруг мусорных баков, тоже актуальный вопрос именно весной. Ну, вот вы как раз объявили конкурс на самый грязный двор. Расскажите, пожалуйста, с какой целью он проводится и как стать его участником? Да, абсолютно верно. Мы вот именно с этой целью, чтобы обратить на это внимание, чтобы управляющие компании сами обратили внимание на уборку своих домов, управляют которыми они, вот, придомовой территории, мы и запустили этот конкурс. Не для того, чтобы их оштрафовать, привлечь к ответственности, обратить их внимание. И обратить внимание собственников, чтобы собственники, допустим, если управляющая компания сама не реагирует на вот эту ситуацию, на сохламленность придомовой территории, мусор, который обнажился, то собственники могут обратиться к нам с письменным заявлением, предложить фотографии, поучаствовать заодно в конкурсе. Ну и, естественно, мы выйдем, у меня инспектора выезжают, если этот факт подтвердится, что, да, не убрана территория должным образом, то мы выписываем предписание, и в установленные сроки управляющая компания очистит как раз придомовую территорию. То есть вот таким образом мы пытаемся очистить наши населенные пункты от вот этого мусора, который после зимы остался. Вот. Но если, конечно, мы выпишем предписание, и управляющая компания проигнорирует его, и не исполнит срок, ну, как я уже, мы с вами обсуждали выше, то получит весомый штраф. Как вы можете оценивать, может быть, у нас люди стали более активны, и год от года обращение к вам увеличивается, количество обращений, или наоборот, стали меньше обращаться, что у нас в коммунальной сфере наладилась ситуация? Вы знаете, люди более становятся грамотные, и обращаются больше и больше. Вот. Более того, мы стараемся стимулировать и собственников, и управляющих компаний к взаимодействию. Вот, например, у нас 27 мая пройдет Международный день соседей. Это второй раз у нас в Российской Федерации проходит, и в Республике Хакасия будет проходить этот Международный день соседей. нацелен он на то, чтобы в неформальной обстановке, там у нас мы проводили конкурсы, выпечку люди приносили свою, управляющая компания, чаепитие, самовары для ребятишек, конкурсы, чтобы в неформальной обстановке и управляющая компания, и собственники подружились между собой, задали какие-то вопросы насущные управляющей компании в неформальном общении и нашли какой-то контакт. Не то, что один плохо управляет многоквартирным домом, второй там постоянно недоволен, чтобы они в неформальной обстановке находили какой-то контакт. Именно вот этот вот иностранный праздник приходит к нам в Россию, вот мы второй год уже будем отмечать, праздновать. Мы сейчас оргкомитет создаем по организации этого праздника, мы будем привлекать управляющие компании, будем обращаться к собственникам, будем обращаться в Совет многоквартирных домов города Абакана, общественную организацию. И я думаю, что мы более массово проведем этот праздник. Уж насколько не знаю, но будем стараться провести его более массово и осветить его у вас в прессе. Но это планы на май. А на лето вы для своих инспекторов какие задачи ставите? У нас ближайшая задача, ближайшая задача у нас основная, это проведение весенних осмотров многоквартирных домов после прохождения как раз отопительного периода. И более того, этот весенний осмотр, мы вообще про осмотры проводим многоквартирных домов два раза в год, это весенний и после прохождения отопительного периода. И перед отопительным периодом проверяются многоквартирные дома, то есть создаются комиссии муниципалитетов, мы туда включаем, нас туда включают, и мы совместно с муниципалитетами проверяем подготовку многоквартирных домов к зимнему отопительному периоду. И вот сейчас мы будем проводить весенние осмотры, И они в том числе потом используются эти осмотры, результаты вот этого мониторинга для актуализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, который вот проводит фонд капитального ремонта, республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Вот таким образом. Ну а главная задача у нас, она вне зависимости от того, зима, лето, весна, вне зависимости от времени года, это самое главное, это у нас все-таки у инспекторов моих и у меня, это защита секундных прав и интересов граждан в сфере управления многоквартирными домами. Ну что ж, желаю вам удачи, спасибо, что пришли к нам, спасибо. Напомню, сегодня гость нашей студии был руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Хакасия Максим Виноградов.